Почти пол-литра крови взамен на сладкий чай и, возможно, спасенную жизнь. Харьковские гаишники стали донорами для пострадавших в ДТП и бойцов из зоны АТО. В Центр переливания крови все сотрудники ГАИ пришли добровольно. Говорят, несмотря на рассказанные по телевизору страшилки, что это небезопасно, готовы рискнуть ради помощи другим. Нам очень часто приходится видеть людей в тяжелых состояниях после ДТП. Эти люди часто требуют медицинской помощи, крови и так далее. Поэтому я надеюсь, что моя кровь поможет всем, кто пострадал либо в ДТП, либо в других случаях, если это необходимо. Это же нужно. На благое дело. Потом съем шоколадку. Врачи-центры уверяют, опасения инспекторов напрасны. Процедура сдачи крови не только безопасна, а еще и полезна. Забор крови у нас, можно сказать, что на европейском уровне. У нас современное оборудование, у нас современный операционный зал. Только одноразовое оборудование, причем это уже порядка 20 последних лет, мы пользуемся только одноразовыми всеми системами. В общем-то, безопасно для донора и полезно, потому что, как вы знаете, сдача крови стимулирует иммунную систему, ведет к тому, что кровь обновляется. Медики уверяют, необходимость в пополнении запасов банка есть постоянно. Дело в том, что у крови есть срок годности, а израсходуется она очень быстро. При этом работники центра просят волонтеров и различные организации при массовом походе на процедуру сдачи крови изначально согласовывать все с руководством учреждения.